По данным пресс-службы ФСБ, Андрей Скрыника подозревает в пособничестве хищения государственного имущества в особо крупных размерах. Фигурантами дела стали еще два человека. Установлено, что граждане Российской Федерации Хмелевский Василий Иванович 1958 года рождения и Карпов Игорь Леонидович 1970 года рождения, действуя путем обмана, провели в Бахчисарае и Республике Крым нелегитимное собрание пайщиков самостоятельного юридического лица Бахчисарайское районное потребительское общество, по результатам которых Карпов был избран председателем правления, а Хмелевский – председателем Совета указанного потребительского общества с приобретением прав пайщиков Бахчисарайской райпо. По данным ФСБ, скрыник лично подготовил и предоставил в налоговую неправомерное требование о перерегистрации Бахчисарайского райпо в частную собственность. При этом использовал сфальсифицированные решения протоколов общего собрания пайщиков Бахчисарайского райпо, а также подложный регистрационный список. В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировали изменения в составе руководящих органов и членов Бахчисарайского райпо. Таким образом, группа завладела госимуществом общей стоимостью 48 миллионов рублей. В отношении Карпова и Хмелевского следственным отделом Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено угловное дело по статье за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В отношении скрыника также возбуждено дело. Его подозревают в пособничестве в совершении мошенничества. Им грозит наказание, лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей. В данный момент ведется следствие. Глава Республики Сергей Аксенов, который за последние несколько месяцев отправил в отставку четырех своих министров, утверждает, что материалов дела на скрыника не видел, но отметил, что Управления ФСБ обращались и к нему, и в представительство президента. Ими был дан ответ. Неприкосновенных правительства Республики нет. Если были нарушены какие-то процедуры в данном случае, а я просто там ситуацию достаточно подробно знаю, просто бывают нестандартные случаи, когда требуется принять неординарные, нестандартные решения. Зачастую, то есть, как бы, вот, некоторые коллеги мои, то есть, как бы, они хотят сделать нормальное, хорошее дело, но в то же время, то есть, как бы, не понимают определенных последствий в части составления документов. Не готов давать сейчас оценки, в любом случае, пусть проходят следственные действия. Это касается не только скрыника, а всех без исключения, включая и руководство Республики. С должности министра промышленной политики глава Республики Андрея Скрыника пока не снимает.